в самарской области собаку повыдаря избили и выбросили в мусор человеческая жестокость не знает предела слепой хозяин нанес точечный удар в основании черепа своему ненужному четвероногому другу мужчина думал что животное погибло но собака выжила шокирующая новость в редакцию портала прогу самара поступил от волонтеров фонда помощи бездомным животным доброе сердце мира по словам волонтера фонда дрессировщиц и собак в городе кинель елена намзабаева 16 декабря к ней обратились неравнодушные граждане которые сообщили что мусорным контейнером обнаружили собаку это случилось в поселке ступенцы усть кильского района женщина пошла выкидывать мусор но из-за мусорного бака услышал странный писк разворошив отходы она обнаружила собаку животное было на грани смерти собака была сильно истощена обезвожена на ее теле имелись прожили жни животное не могло вставать на лапы вместе с мужчиной они вытащили бедолагу из контейнера после чего обратили к зоозащитникам так собака оказалась у меня я назвала идет дейзи рассказывает елена в тот же день елена отвезла дейзи в ветеринарную клинику там собаки оказали первую помощь во время проведения рентгена обнаружили чип елена пробила его по международной базе чипов и оказалось что животное принадлежит школе подготовки собак поводырей что находится в москве также выяснилось что 2008 году собака была закреплена за 64-летним инвалидом по зрению анатолием м фамилия неизвестна сегодня утром я созвонилась с председателем сообщества слепых по самарской области анатолием казанцевым который сказал что последний раз он лично навещал семью где проживала собака поводы год назад сам же хозяин своих показаниях путается изначально он сказал мол собака заболела а две недели назад и вовсе сбежала сегодня он высказал уже новую версию якобы убежал овчарка 16 декабря когда он чистил двор от снега это откровенная ложь к слову я также узнала что анатолий михайлович характеризуется по месту жительства не с очень хорошей стороны мужчина агрессивный а несколько лет назад он был подозреваем в нас несение на живых ранений своему пасынку но сожидательница забрала заявление потому что он остался на свободе говорит елена как оказывается беднязка дэйзи пережила за свою жизнь очень много предательства спасибо за просмотр подписан наш канал значит много интерес